Большие новости. Google выпустила долгожданное обновление своего смартфона, новый Pixel 5. Конечно, официально у нас в стране он не продается, но все равно вызывает интерес у любителей чистой Android OS и каноничных смартфонов Google. Конечно, большая часть характеристик Pixel 5 была известна еще задолго до презентации, но теперь все официально. Им можно подвести итоги. 6 дюймов, OLED с разрешением Full HD Plus и частотой 90 Гц, внутри нефлагманский Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти, 128 флеш, накопитель, основных камер снова две, но от телефото отказались в пользу ультраширика. Корпус из алюминия, сканер на задней панели, аккумулятор вырос до 4080 мАч и есть еще быстрая и беспроводная зарядка Qi. Казалось бы, неплохой середнячок, вполне консервативный и, наверное, недорогой, но тут есть две проблемы. Во-первых, он нифига не недорогой, 700 долларов, во-вторых, как бы не середнячок, это не Pixel 5, а или еще с какой-то буквой, это просто пятерка, то есть новый флагман, ради которого многие пропустили четверку, надеясь уже в этом году получить качественный скачок. А в итоге получили примерно то же. Понятно, что Google это больше про симбиоз передового софта с железом, который не обязательно должно быть топовым. Но в 2020 году видеть новый смартфон от Google, у которого сканер отпечатков на задней панели. Закрытые в подвальном помещении инженеры не видели ни встроенных в экран, ни встроенных в кнопку питания. Кроме того, они не видели Wi-Fi 6, с трудом представляют себе, что такое быстрая зарядка в 2020 году. 18 ватт, ребята, это не быстрая зарядка. Да-да, именно так, слитно, не быстрая. С камерами тоже странная ситуация. Sony уже выпустила несколько новых матриц, но Google по-прежнему продолжает выпускать смартфоны с той же AMX 363, заявляя, что это идеальная матрица для их алгоритма, которую они с каждым годом допиливают и допиливают. Проблема Google в том, что сейчас актуальный ассортимент ее смартфона выглядит печальнее старых моделей. И надо под микроскопом искать повод взять именно Pixel 5, а не 4A или 4. Компании думают, что добавление чипа с 5G модемом, немножко оперативной памяти и замена телефотообъектива с сомнительным ультрашириком вызовет большой ажиотаж. А, еще забыл про инновационный сканер отпечатков. Справедливости ради, беспроводная зарядка в сочетании с алюминиевым корпусом действительно заставила всех задуматься, поскольку до Google такого никто еще не делал. Оказалось, что корпус Pixel 5 с секретиком. Поверх алюминия нанесен тонкий слой другого материала, который Google называет биосмолой. Биосмола. И вот этот материал настолько твердый и тонкий, что позволил сделать незаметное отверстие в алюминиевом корпусе, за которым и спрятана катушка беспроводной зарядки. Апутим маленькой зверятку, загуртая. Да, для желающих сэкономить презентовали еще одну модель Pixel 4A 5G. Чуть больше дисплей, чуть меньше аккумулятор, чуть меньше памяти, полностью пластмассовый корпус и миниджек, который все никак не закопают. Вроде он не нужен, здесь откажемся, здесь не откажемся. Скорее всего, теория вечного миниджека строится вокруг стоимости смартфона. Если смартфон дорогой, то владелец может позволить себе беспроводные наушники, а если бюджетный, то надо как бы миниджек раскапывать, чтобы поддержать пролетариат. Только Pixel 4A 5G стоит 500 баксов, а беспроводные наушники сейчас можно купить в переходе за 20. Так что не сходится как-то совсем. Ну и для наших реалий 5G пока совсем не актуален, торопиться и брать смартфон, поддерживающий сети нового поколения нет особого смысла, поскольку к тому моменту, как 5G появится в Украине, у вас уже будет совсем другой выбор между Pixel 8 и iPhone 15. Стали известны и прогнозы, касающиеся продаж новых смартфонов Google. И если в прошлом 2019-м им удалось реализовать 7 миллионов 200 тысяч штук, то в этом ожидается лишь 3 миллиона. При этом львиная доля придется на более доступный Pixel 4A, а производство нового флагмана ограничится 800 тысячами. Чтобы вы понимали масштаб, всего компания за 4 года смогла продать чуть больше 18,5 миллионов смартфонов. За этот же период Apple реализовала больше миллиарда. Несмотря на то, что гвоздем презентации был все же Pixel 5, меня заинтересовала больше другая штука Chromecast с Google TV. Мы слышали, что вам нравится смотреть телек, поэтому вот вам Google TV для вашего Android TV. Chromecast всегда для меня был загадкой, поскольку без смартфона от него пользы мало, а покупка отдельной приставки типа Mi Box решала сразу обе проблемы. В ней был и Android TV, и Chromecast. Теперь же донгл от Google стал самостоятельным устройством с собственной оболочкой Google TV, основной упор в которой сделан на сбор контента со всех стриминговых сервисов. Советует нам кто-то сериал или фильм. И кто его знает, на какой платформе он вышел, где его искать? Google TV решает эту проблему, показывая контент со всех популярных сервисов, отбирая рекомендованные фильмы и сериалы, а также, внимание, на этом сделан особый упор во время презентации, в Google TV реализован Watch List, куда можно заносить то, что хочется посмотреть потом. Просто килограммовый пакет эмейзинга. Выглядит эта пипяка примерно так же, как и Chromecast. Кусок мыла с торчащим из него проводом HDMI. Поддерживает 4К, 60 фпс, умеет все виды HDR, имеет Bluetooth и Wi-Fi, а питается от Type-C. В прошлом выпуске я успел лишь задеть краешек драмы, которая начала разворачиваться вокруг новых карт RTX 3080. Если помните, счастливые обладатели этих видеокарт столкнулись с внезапными крашами игр на рабочий стол. Чуть позже появилось разоблачающее расследование, которое до сих пор аукается в интернете. На сайте игрslab появилась статья расследования, согласно которой корень проблемы возможен. Конденсаторы. Проклятые конденсаторы. Я не буду вдаваться в подробности, это не имеет особого смысла, но в двух словах. Есть два типа конденсаторов, которые используются в современных видеокартах для фильтрации питания. Называются они PostCap и MLCC. NVIDIA в своей референсной Founders Edition использовала и те, и другие. А вот производители кастомных карт пошли своим путем, поскольку NVIDIA никак не регламентирует, какие конденсаторы можно использовать, а какие нельзя. И вот в статье игрslab говорится, что проблема как раз в тех моделях, где не пошли каноничным путем и применили только PostCap. А надо было MLCC хотя бы немножко насыпать, а лучше вообще как в картах ASUS TUF. Одни MLCC, тогда вообще зашибись. Удивительно, но статья вызвала бурное обсуждение на профильных сайтах, на Reddit, все обсуждали возникшую проблему и как теперь быть. Кто-то отказывался от предзаказа 3080, кто-то шел сдавать свою из-за проклятых конденсаторов. Но потом оказалось, когда собрали больше статистики, что вылеты наблюдаются на всех видах карт и на тех, которые использовали правильные конденсаторы тоже. И значит, проблема кроется в чем-то другом. И тут популярный независимый ресурс Hardware Unbox и энтузиасты с Gear Seekers провели целое расследование. В результате отсева остались две вероятные причины. Проблема железного характера в связи с превышением частоты буста и драйвера. И тут выяснилось, что на Linux подобных проблем с картами RTX 3080 нет, все прекрасно работает и ничего не вылетает. После чего Nvidia выпускает новую версию драйверов под Windows, с которыми проблема тоже исчезает. В то же время для Linux обновления не было. В новых драйверах Nvidia решила проблемы со стабильностью путем небольшого снижения буста видеокарт. Как видно из теста Hardware Unbox, на производительность это не сказалось ровно никак, но позволило привести карты 3080 в чувство. Так что не спешите сдавать свои видеокарты, отказываться от предзаказа, дело раскрыто, преступник пропатчен, конденсаторы оправданы. Кстати, что я заметил во всей этой истории, разгоралась она как-то вдали от крупных новостных ресурсов. Никакой Engadget или The Verge так и не написали об этой истории, хотя бурление в сети было знатное. Так что это еще один повод подписаться на наш канал и поставить лайк этому выпуску новостей. Древнее соперничество Microsoft и Apple получило внезапный поворот. Да, на самом деле, эти компании всю свою историю сотрудничают в различных сферах. Но на днях появилась удивительная новость. На фоне того, что Apple заблокировала Xbox Game Pass, предлагая каждой игре для iPhone в отдельности проходить контроль на вход в App Store, Apple обсуждает возможность появления сервиса Apple TV в новых консолях Xbox. Более того, некоторые счастливчики даже обнаружили у себя на приставке новый значок. Правда, их немного, они были случайным образом выбраны для тестирования, но это свидетельствует, что переговоры довольно успешны и есть шансы увидеть Apple TV на Xbox уже на старте, который состоится, напомню, 10 ноября. Как оказалось, Apple ведет аналогичные переговоры и с Sony, так что с выходом нового поколения приставок у Apple могут открыться новые перспективы. Играть на этих консолях все равно не во что. Шутка. Сразу две компании на этой неделе оказались в центре внимания из-за того, что заставили своих сотрудников работать сверхурочно. Первая Foxconn, работники которые сообщают, что на китайском заводе идет сборка iPhone 12 в непрерывном 24-часовом режиме. Работникам отказывают в отпусках, выходных, праздничных днях, сверхурочная работа стала обязательной. Правда, за нее выплачивают дополнительные бонусы. А все потому, что совсем скоро состоится презентация новых iPhone. И, видимо, у Foxconn еще не все готово к этому событию. Новички, работающие на китайском заводе и получающие зарплату около 880 долларов в месяц, получат от 1200 до 1500 долларов бонусов за переработку. Правда, сама Foxconn в ответ на запрос китайского издания China Star Market заявила, что никаких изменений нет и работа идет в обычном режиме. Второй компанией, которая внезапно поддала дров в печку, стала CD Projekt Red. Поляки уже не раз переносили релиз долгожданный Cyberpunk 2077 и теперь уже точка невозврата, после которой перенос невозможен, пройдена. Поэтому в компании решили перейти на шестидневную рабочую неделю. Глава студии Адам Бадовский заявил, что это было тяжелое решение, но его нужно было принимать, поскольку остался финальный спринт. Шесть недель. И большинство сотрудников понимают важность этого решения. Дополнительное рабочее время будет всем компенсировано. Более того, 10% дохода студии за 2020 год разделят между всеми сотрудниками. Наш маленький заводик по производству новостей вообще не останавливается, поэтому подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы в следующую пятницу не пропустить 72-й выпуск.